всем привет дорогие друзья рад приветствовать на своем канале с вами владимир и сегодня будет тема вообще не по моей рубрике не моего канала не моей темы хочется просто поделиться с вами со своим опытом я надеюсь что он вам поможет затем а у нас отношений что в отношениях главное у меня есть свои 13 пунктов я их следую и хочу с вами поделиться первое это понимание то есть если не будет понимания между собой между парнем и девушкой то есть какие у вас там отношения какой вас там тип вас будут сложности непонимания ссоры разногласия поэтому к этому нужно при следующий пункт уважение если вы не будете уважать друг друга вы будете друг друга оскорблять так также никому ничего не придет вы обязательно должны друг друга уважать ценить и понимать также умейте уступать если вы не научитесь выступать друг другу также не придете ни к пониманию не к уважению нужно уметь уступать если вам что-то не нравится вы должны входить в понимание человеку в этом помочь даже возможно даже когда вы ссоритесь вы должны уметь уступить человеку то есть поподробнее расспросить почему что как обида из-за чего что неприятно вы должны это все делать обязательно то есть никто из вас не должен быть выше чтобы не было этого перетягивания каната давайте друг другу личное пространство без личного пространства будет посягательство на личное пространство будет дискомфорт и как бы вы будете друг другу надоедать и давать личное пространство у каждого свое есть хобби тренировки еще что-то футбол там бог что-то смотрит или ходит это у каждого свои интересы давайте личное пространство давайте желаемое потому что из-за желаемого как мы знаем на моем опыте на всем если человек не дает желаемое вы его ищите на стороне это может быть совершенно разные вещи вплоть до самого худшего это просто до измены доходят то есть нужно давать человеку желаемое что он хочет там если человек хочет кальян покурить успокоит коля не нужно прям сильно набить там это курение это плохо курение это плохо не без этого то есть ну просто если человек хочет пойти потанцевать на дискотеку там выйти прогуляться не нужно запрещать этого делать этот человек все равно будет тайком это делать то есть входите в понимание давайте желаем также старайтесь не запрещать многих вещей потому что запрещая то же самое это же к этому же и относятся будете запрещать будет такая вот беда делайте друг другу комплименты научитесь делать друг другу комплименты может кому-то это будет некомфортно дискомфортно как-то стесняться будете научитесь говорить человеку что он красивый что он сексуальный хорошо пахнет хорошо выглядит красиво улыбается красиво одета и так далее и так далее абсолютно комплиментов море используйте все варианты это очень приятно и как бы друг друга только будете возвышать своих глазах старайтесь говорить с партнером о чувствах спрашивайте как прошел день давайте внимание узнавайте как состояние самочувствие выспался не выспался так далее так далее это все приятно это все говорит о том что мы только физически можем заботиться точно так же морально думаем беспокоимся и переживаем заботьтесь друг о друге проявляйте заботу то есть простите что человек хочет попить поесть заболел значит что-то купить или за пара там где-то на работе еще что-то в чем-то помочь то есть максимально старайтесь заботиться о своем человек научитесь друг друга прощать ибо если вы не научитесь друг друга прощать будете таить злобу то есть это опять же будет усугублять ваши все отношения вы будете чувствовать себя комфортно вы так сами будете ощущать это все плохо сказывается на отношениях научитесь друг друга прощать давайте шанс ну и конечно же делайте романтику своей половинки ну для нас мужиков что такое романтика накидался подрался занялся сексом вот и вся романтика в принципе для девушки конечно же это иначе нужно сделать приятный ужин при свечах может быть набрать ванную с пенкой забросать его розами зажечь свечи отвезти на лошадях покататься там пригласить может быть на пляж тоже сделать это пикничок то есть вариантов масса делайте друг другу романтику узнавать его друг у друга общаетесь это все только укрепит ваши отношения ну и конечно же если вы ссоритесь не без этого ссорьтесь раздеваясь страсть это отличная составляющая ваших отношений которые поможет вам сберечь ваш огонь а если ваш огонь начинает гаснуть просто добавляйте какой-то экстрим абсолютно все что вам голову придет то есть адреналин это вообще очень классная вещь используйте это вот в принципе все то что я вам хотел донести это именно том на чем стоит заострить ваше внимание я все эти советы запишу под видео если вам будет нужно быстренько для себя что-то выписать кому это конечно интересно но это залог крепких отношений именно фундамент является эти все 13 пунктов которые я собрал для вас и можете прекрасно пользоваться это поможет вам сберечь ваши отношения возможно даже разжечь тот огонь который был утрачен вот и все подписывайтесь на канал прожимать и колокольчик ставьте пальцы вверх оставляйте ваше мнение комментариях для меня это очень важно всех обнял